Добрый день, друзья! И вот у нас уже последняя сказка. Зимняя сказка. Посмотрите, какая красивая зима. Снежинки падают. И снег укрыл деревья, поляны. И на пенечке сидит у нас медведь. И что же он делает? С утра падал снег. Медвежонок сидел на опушке леса на пеньке, задрав голову, и считал, и слизывал упавшие на нос снежинки. Снежинки падали сладкие, пушистые. И прежде чем отпуститься совсем, привставали на цепочке. Ах, как это было весело! Седьмая прошептала медвежонок и, полюбовавшись в сласть, облизал нос. Но снежинки были заколдованные. Они не таяли и не продолжали оставаться такими же пушистыми у медвежонка в животе. Ах, здравствуйте, голубушки! Сказали шесть снежинок своей подруги, когда оно чтилось рядом с ними. Лису так же безветренно. Медвежонок по-прежнему сидит на пеньке. Ах, какой смешной медвежонок! Медвежонок слышал, что кто-то в животе у него разговаривает. Но не обращал внимания. Видите, он был так увлечен тем, что он ловил снежинки и глотал их. А снег все падал и падал. Снежинки все чаще опускались медвежонку на нос. Посидели, улыбнулись и говорили «Здравствуйте, медвежонок!» «Очень приятно!» «Говорил медвежонок!» «Вы, шестьдесят восьмая!» И облизывался. К вечеру он съел триста снежинок. Ему стало так холодно, что он едва добрался до берлоги и сразу уснул. Ему приснилось, что он пушистая мягкая снежинка и что он опустился на нос к какому-то медвежонку и сказал «Здравствуй, медвежонок!» А в ответ услышал «Очень приятно!» «Вы триста двадцатая!» «Пам-пара-пам!» Заиграла музыка и медвежонок загружился в сладко-волшебном танце и триста снежинок загружились вместе с ним. Они мелькали впереди, сзади, сбоку. И когда он уставал, подхватывали его и он кружился, кружился, кружился. Смотрите, лежит медвежонок в койке. Ну, наверное, он заболел вообще-то. Всю зиму медвежонок болел. Нос у него был сухой и горячий, а в животе лисали снежинки. И только весной, когда по всему лесу зазвенела копель, прилетели птицы, он открыл глаза и увидел на тубаретке ежика. Ежик улыбнулся и шевелил иголками. Ежик улыбался и шевелил иголками. «Что ты здесь делаешь?» спросил медвежонок. «Жду, когда ты выздоровеешь», ответил ежик. «Долго?» «Я как узнал, что ты объелся снегом, сразу перетащил все свои припасы к тебе и всю зиму сидел возле меня на тубаретке. «Да, я поил тебя его еловым отваром и прикладывал к животу сушеную траву. Не помню», — сказал медвежонок. «Еще бы вздохнул ежик. Ты всю зиму говорил, что ты снежинка. Я так боялся, что ты растаешь к весне». Видите, какие два друга помогают всегда друг другу. Здесь и варенье, и мед у них все лечил. У нас ежик, Мишку, своего друга. А он всю зиму пролежал, проспал и проболел. Вот такая последняя история. На этом мы прощаемся с ежиком. И у нас книжка закончилась. В следующий раз будем следующую читать книжку. Всего вам доброго. Подписывайтесь на канал. И жду ваших вопросов и комментариев. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова